Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast. Включение с конференции Highload++ 2018. С вами в этой студии, не виртуальный на этот раз, вполне себе реальный я, как обычно, Кэс Даймонд. И сегодня у меня в гостях ребята из компании SOM. Это Игорь Лебедев, технический директор, и Алексей Кротов, руководитель по развитию бизнеса. Ребят, привет! Всем привет, здравствуйте! Привет, здравствуйте! Ну, вряд ли много людей слушали про вашу платформу, что это такое. Давайте расскажите сначала, что такое SOM и вообще, зачем, кому оно нужно? Зачем его едят и кто это вообще ест? Да. Ну, если не возражать, я могу начать. Давай. Значит, SOM это IT-проект, мы делаем распределенную систему для туманных вычислений, если попытаться это коротко объяснить. Это платформа, которая позволяет взять в аренду компьютеры других людей. То есть, компьютеры обычно берутся в аренду из дата-центра, а мы позволяем арендовать компьютеры, которые стоят у людей дома, в офисе, кто-то, кто майнит криптовалюту в гараже, и их тоже можно арендовать, и избытки в дата-центрах. Вот мы делаем платформу, на которой такая аренда возможна. Иными словами, это некий такой виртуальный дата-центр без самого дата-центра. Это, знаешь, самая ближайшая аналогия, наверное, которую можно провести, это, ну, многие, может быть, слышали такой проект сети, который… Вот в России, да, и вы очень почему-то много слышали, на Западе, когда объясняешь, вот там другие аналоги возникают, а мы говорим, как Airbnb только для компьютеров. А вот у нас очень, да, доступна сеть At Home, так и есть. Ну да, то есть, по сути, просто аренда, как бы некий, там стоит какой-то сервис, который, собственно, твоей мощности позволяет кому-то удаленно иметь доступ к нему, условно говоря. Кстати, это просто конкретно одна задача, да, поиск там, а у вас в данном случае это именно, так сказать, просто запуск любых каких-то вычислений. Да, все, что может быть упаковано, любой соц, который работает, в принципе, на Linux, под лидером Linux, и который может быть упакован в Docker контейнеры, может работать со мной. Кстати, мы предоставляем платформу, в которой ты можешь найти хосты, на которых будут работать твои Docker контейнеры. Вот такое определение должно быть понятно инженерам. Хорошо, но давай сейчас про архитектуру, наверное, углубимся чуть-чуть попозже, расскажите о начале, вообще, так сказать, зачем, как появилась идея, и вообще, что хотелось-то сделать, ради кого, для кого и зачем это нужно, может потребоваться, ну и ваше видение этого, да? Да, ну, у проекта есть уже, несмотря на то, что меньше двух лет пока проект, ну, хотя уже, наверное, может быть и два, уже есть определенная история, то есть, это все началось, как еще до нас собрались определенные люди, они занимались кто-то распределенными вычислениями, то есть, моделировали для биологии, кто-то писал софт, кто-то занимался маркетингом, они провели ICO, собрали финансирование, краудфандинг, ICO, это в том году очень популярно было, но потом, когда это все, средства были собраны, пригласили на работу уже, соответственно, пригласили меня, я сейчас техническим директором являюсь, потом пригласили Алексея, у нас большая команда собрана, и таким образом мы стали работать и собрались. Значит, идея первоначально была сделать децентрализованный суперкомпьютер, собственно, аббревиатура SON, это аббревиатура, это суперкомпьютер, организованный стилмайнингом, то есть, дескать, мы берем машины, которые сейчас майнинг криптовалюту, и из них сколачиваем виртуальный суперкомпьютер. С тех пор парадигма несколько менялась и уточнялась в процессе работы, как раз под влиянием проработки архитектуры. Ну, как бы изначальная идея была, которая у нас сохранилась, это то, что мы берем компьютеры, которые сейчас зарабатывают недостаточно или не зарабатывают вообще, потому что, допустим, сети от Home упомянули, сети появились во время, когда еще не было майнинга, то есть, это было на альтруизме, но сейчас, когда все уже развращены, так сказать, майнингом, и развращены пониманием, что любой компьютер может зарабатывать деньги, майнеры встраивают уже куда угодно, и в браузер вместо баннеров, и в кряки для игр, поэтому здесь уже это все та же самая идея, только на коммерческих рельсах. Люди предоставляют компьютеры в аренду, а другие люди запускают на них какой-то софт. Вот на момент проведения ICO не было специфицировано, как именно и какой именно софт будет запускаться, то есть, обозначались лишь общие юзкейсы, что это машин-лёрнинг, нейросети, рендеринг, игровые сервера, там, научные вычисления. Но в процессе работы мы уже, соответственно, архитектурно это все уточнили. То есть, у нас есть определенное понимание стэка, на каком уровне наша платформа работает сейчас, на каком уровне наша платформа будет через год, и на каком уровне уже клиент задачи решает. То есть, у нас, в принципе, у нас стэк, можно провести аналогии со стэком в облаке, то есть, там есть IAS, PA, SAS, то есть, у нас тоже по этим три уровням можно систему разложить. Ну, идея такая вот. Ну, давай тогда уже, коль ты как раз затронул уже уровни, немножко архитектуру, расскажи, вот, как оно устроено, так сказать, ну, наверное, начнем с более высокого уровня, так сказать, overview такой, да, как вот, что это, то есть, я так понимаю, ну, поскольку это что-то децентрализованное, распределенное, значит, безусловно, есть какие-то там клиенты, которые стоят где-то на компьютерах, которые, ресурсы которых можно использовать для вычисления, да, потом есть там, соответственно, сразу понятно, что если кто-то заказывает, значит, кто-то должен как-то предоставить в каком-то виде, вот, что запускать и что вычислять, ну, то есть, задачу, да, поставщик задачи, вот как все это, так сказать, издалека смотреть устроено. Смотрите, можем пойти по двум путям, можем, как бы, архитектурно и концептуально это обсуждать, или я просто расскажу пример, как бы, так сказать, в том порядке, в котором логика вот сейчас. Ну, давай, 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 может, так мы даже, конечно, понять не будем. Ну, тоже, конечно, а потом мы уже от частного случая к общему перейдем. Давай. Сама система open-source, все на GitHub лежит, соответственно, все компоненты системы, описанные на GitHub, их можно скачать себе и запустить. Соответственно, у нас есть разные компоненты, и, что интересно, поскольку система децентрализована, у нас нет чего-то на своих серверах, это все компоненты, которые запускаются где-то на компьютерах. Соответственно, допустим, берем человека, допустим, у вас есть компьютер дома, или на работе стоит, простаивает, рабочая станция. Ну, берете, заходите на GitHub, скачиваете бинари, которые запускаются там, или вы можете, если у вас Linux стоит, и вы можете поставить Linux, у нас есть свой инсталлер Linux, допустим, загрузиться с флешки, с нашим образом она поставит в Ubuntu, поставит все пакеты драйвера там для NVIDIA, поставит с пакетов на штофт, или если у вас стоит Linux, вы можете поставить бинари. Дальше, этот компьютер, мы говорим, что мы его подключаем в сон, подключаем коробку думать общую систему. Эти бинари, они идентифицируют все ресурсы, которые у вас есть. То есть, сколько у вас ядер процессора, сколько у вас памяти, диска, как у вас сеть, latency, порционная способность, и сколько видеокарт. Она делает бенчмарки. Бенчмарки как количественные, которые описывают, сколько у вас оборудования, какого качества, и некоторые прикладные, допустим, сколько у вас рендерится тестовая сцена, сколько у вас на майнинге эфира выдают. То есть, такие разносторонние, по которым можно на рынке будет сравнивать вашу машину с другими. После того, как это занимает какое-то время, до получаса, когда наш софт идентифицирует все, что у нас есть на этой машине, он выставляет это на продажу. Что он делает? Он начинает подключаться к сети. Сеть децентрализована, центрального сервера нет. Сначала, точкой сборки всех участников, то есть местной встречи, является блокчейн. То есть, у нас есть свой блокчейн, от которого нам нужны, по сути, только смарт-контракты для того, чтобы сделать самую ключевую логику, которая всех объединяет, а все остальное будет работать по принципу торрента. Значит, наш софт подключается к блокчейну. То есть, там есть bootstrap ноды, он находит узлы, с которых можно выгружать блокчейн, запрашивает информацию определенную, то есть, о себе говорит. Дальше он выставляет на рынок, на marketplace, он говорит, вот у меня есть тут 4 ядра, столько-то памяти, столько-то диска, я их продаю. Соответственно, это все попадает на marketplace, на рынок. То есть, буквально, это товарно-сырьевой рынок. Там есть заявки на покупку и на продажу, как на бирже. При этом купле и продаже является одна виртуальная машина. Виртуальная машина, что описывает ресурсы? Ядра, память, диск, сеть и наличие подключенных видеокарт. Вот он и говорит, у меня вот есть столько, вот я их продаю, хочу столько. И это ордер на продажу. С другой стороны, допустим, а вот, допустим, вот это вот вы выставили на продажу, а я прихожу, говорю, у меня, допустим, нужно, я вот с фейсбука картинка загружаю, или, допустим, прокси сервера мне надо поднять. Я беру тоже с гитхаба, скачиваю клиентскую часть софтинки. Это бинарь, который уже есть и под Windows, и под Mac. То есть, вот клиентская часть кроссплатформенная. Потому что серверная часть поставщика только Linux, это кроссплатформенная. Я запускаю клиента, я могу его не скачивать, я могу напрямую в сеть пойти руками, но это потребует там протокол знать и так далее. Поэтому тот клиент, который мы скачаем, это, по сути, просто гейт в систему. Он там умеет в блокчейн ходить, он умеет в фир-то-пир, нато умеет пробивать. И я ему говорю, вот мне нужно, я хочу отдавать два ядра, да даже одного ядра мне хватит. Одно ядро, там, 2 гигабайта памяти, хочу там 2 доллара в месяц за него платить. Создал такой ордер на покупку. И это тоже пошло в рынок. И вот с двух сторон, от поставщиков, как мы первый раз посмотрели, и вот от таких клиентов, заказчиков набираются ордера. Ну, как объявление на Авида, как на бирже. А дальше там есть биржевой джо, который все матчит. Я тоже все децентрализованно. И в какой-то момент он говорит, смотри, вот ты хотел купить за 2 бакса тут одно ядро, а тут он 2 продает за 2 доллара. Давай мы его смачим, ты получишь больше, а тут ты вроде согласен все равно. И появляется сделка на этом маркетплейсе, на этой бирже. Когда появилась сделка, я как клиент сижу, но это может занимать там до 1 минуты. Я говорю, хочу одно ядро, 2 памяти. Раз, оно ушло, система ждет, потому что маркетплейс работает. Потом мне приходит сообщение, то есть Ави у меня как бы отреспондилась, и она говорит, твоя сделка заключена, вот такие-то параметры, куда-то инпоинты подключаются, то-то, то-то. И у меня дальше команда искли. Как вот докер-сервер, я могу деплоить контейнер. Я могу сказать, деплой таск, ну мы контейнер называем тасками, деплой таск на вот такую-то машину. И все, у меня есть мой контейнер. Например, я заключил сделку, мой контейнер полетел через сеть стримница на какой-то компьютер человека, которого я даже не видел, и там запустился. И работает. Дальше, если я там купил с IP-адресом, я получил IP-адрес, я могу туда по SSA сходить. Если я без IP-адреса купил просто какой-то скрипт запустил, который там картинки собирает, значит этот скрипт, в него уже должна у меня быть встроена логика, которая пойдет на мой сервер, там что-то мне загрузит. Просто интересно, как собирать результаты, да, то есть. Это сейчас, на текущий момент, сам сон это практически не регулирует. То есть мы даем вам возможность запустить контейнер. А что он делает, и как, так сказать, потом от него забрать результаты, это же дело заказчика? По большей части, да, мы вам из коробки, грубо говоря, скажем так, базовый тарифный план, мы вам, ну не тарифный план, если нет, тарифная порция, как способ говорить. Вы можете этот контейнер туда задеплоить, вы можете потом его забрать назад с результатами. То есть если у него там есть лога... А он выполнил софт-план, говорят, там, посчитал, ты говоришь, все, мне больше не нужно, я просто хочу его забрать. Вы можете, да, вы можете его застримить себе назад. То есть если он там локальный какой-то сторож, локальные данные наработал, вы можете их сгрузить себе назад. Также мы даем возможность на уровне платформы, вы можете, когда вы деплоите контейнер, вы можете сразу же туда подключить удаленный волюм, допустим, саму подключить, или что-то еще там, BTFS можно подключить, это торрентоподобная файловая система. Ну, тут интересно, знаешь, какой вопрос мой, понятно, что там, подключить что-то там локальное, либо сети, это одно, а другое дело, когда вот опять-таки мы тут подходим, там, про НАТО, предсвободы, когда клиент сидит, а может быть и даже поставщик, так сказать, ресурсов, могут сидеть вообще в закрытых сетях, и мне, конечно, как клиент хочется, условно говоря, подмонтировать свою какую-то локальную, там, ну, не знаю, папочку, какое-то место, сторож, мой локальный здесь, да, вот на ту машину к тому докеру, который где-то там выполняется, чтобы результаты попали в итоге ко мне сюда, да, через сеть, и все это было там красиво, безопасно, зашифровано и так далее, и так далее. Оверлей-сеть. Значит, у нас есть возможность, там, где вы деплоите свой контейнер, у нас есть возможность подключить Тинг-оверлей-сеть, соответственно, архитектурная будет выглядеть следующим образом. Вы где-то запускаете Тинг-сервер. Мы проводим эксперименты с запуском прям Тинг-сервера, в самом деле, но пока это в стадии экспериментов. Допустим, у вас есть Тинг-сервер, или где-то у вас хотя бы один серверок, у вас все равно где-нибудь есть с API-дрис. Дисящий, да, что-то. Тинг-сервер. Дальше вы в эту оверлей-сеть создаете оверлей-сеть, заводите туда свою локальную машину со своим сторожем, который вы хотите. Дальше вы покупаете, допустим, в основном я покупаете три машины, запускаете туда три раза свой контейнер, и там есть у нас, когда вы запускаете контейнер, там есть спецификация задачи. Кроме названия контейнера, там же можно с репозиторией его загружать, можно локально стримить. Там есть еще, можно указать параметры перезапуска, если это упало, там не упало. И вы можете также специфицировать параметры подключения к верли-сети. Соответственно, контейнер запустится, ему создадут интерфейс на этой локальной машине, и он через этот интерфейс может входить в вашу локальную сеть. Если вы в контейнер поместили какой-то скрипт или софт, который знает о наличии интерфейса, или будет искать интерфейс с определенными параметрами, то он, собственно, интерфейс найдет, и пойдет, собственно, в эту верли-сеть, в ваш сторидж, и сможет там все делать. Пока архитектурно это так. Тут это не единственный вариант, можно еще как сделать. Вы можете подключить удаленный volume, и просто он у вас подмонтируется локально, вы сможете туда все данные складывать, там, по сути, файловое хранилище удаленное, и данные будут сразу же на самом удаленном складываться. Но опять же, эту саму пока еще ее надо поднять вне сама. В будущем мы это будем предоставлять. Что еще можно сделать? Вы можете запустить скриптиару, которая будет у вас что-то выкачивать, что-то делать, сохранять эти данные локально, а потом вы будет контейнер в конце работы себе выкачиваете. Так тоже можно. Или еще один вариант, допустим, я когда разрабатывал ботов для букмекерских сайтов, у меня был командный сервер, и было много воркеров, клиентов, которые к ним цеплялись. Соответственно, он им раздавал задачи, допустим, ты машина номер пять, ты сейчас скравлюшь такую-то страницу, результаты кладешь сюда, ты такую-то сюда. И все воркеры, которые можно было в основном запустить, они идут на командный сервер, получая задачу, она им понятно не отрабатывает, и они сами проактивно идут и складывают результаты. Если ваш софт умеет работать в таком формате клиент-сервера, то есть есть командный сервер, который у вас, и вам нужно много-много воркеров поднять, это масштабировать, то в основном здесь было бы идеально. Это сразу, знаешь, попахивает вопросом, когда вот ботнет и все прочее, по сути, в каком-то смысле. Да, но как бы ботнет, здесь два смысла в этом слое. Во-первых, негативный смысл, что какие-то злые люди что-то делают. Да, в случае это позитивный ботнет такой. Ну, скажем так, чисто технологически, как способ организовать работу, вот архитектурная ботнет, да, это архитектура, которая к самому очень хорошо подходит. То есть вы поднимаете один-два командных сервера, а дальше куча воркеров. Допустим, сайт. В общем, вы делаете какую-то бигдату, допустим, собираете лица соцсетей, например, для каких-то своих, ну, может быть, не совсем светлых делишек, но не важно. Не важно, да. Допустим, вы делаете какую-то аналитику ради всего, ради добра. Вот вы, вам нужно отобрать кучу лиц, всех собрать, или каких-то, ну, не знаю, данные о погоде, не важно что. Биржевые котировки собрать, или прокравлить кучу сайтов новости. Допустим, вы какие-то политические рейтинги составляете. Вы, когда с одной машиной сайт будете кравлить, вам там 100 запросов сделать, у вас быстренько на час забанят по IP-адресу. Вам нужно будет другой IP-адрес. Вы пойдете, купите там, вот гуглится там 20-30 там провайдеров, прокс-серверов. Вы их быстро довольно исчерпаете, потому что там половина и так уже будет забанена до вас. Дальше в вас станет дилемма, где поднимать эти виртуальные машины. Вы пойдете в облако, начнете платить там минимум там 300 рублей, а то и 500 рублей там за одну машину, поднимаете там, тратите на деплой там какое-то время, работать с ней, она вас блокирует. Плюс все IP-адреса, которые вы можете арендовать в облаке, они из определенных подсетей, их количество ограничено и известно, их банить, как мне кажется, довольно легко. То есть вам идеально было бы запускать подобный софт где-то на машинах людей, в ШПД-провайдерах, за НАТОМ и провайдеров, то есть там, где не разберешься. Ну, понятно. То есть какой-нибудь клиент там, какой-нибудь там, не знаю, Акады там, не знаю, или Экотелекома, за НАТОМ Экотелекома и корабли сайта. Ну, то есть там уже другой стоящий, другой пола этих адресов проще, вот сам как раз позволяет это сделать. Понятно. Слушай, ну расскажи какие-нибудь вот опять там, мы НАТО очень часто упоминали, да, как вы решаете проблему, когда вот с одной и с другой стороны все живут за НАТОМи, как вы, чтобы они установили по факту в децентрализованной среде такое peer-to-peer отношение, да, то есть коммуникация. Да. У нас сетевая работа, в принципе, из двух уровней стоит. Ну, вот самая essential часть, это подключение к блокчейну, ну, конечно, работает, мы просто берем блокчейн эфира, там это все решено, там есть bootstrap сервера, просто их много, один не достучались, пошли на второй, и как бы вот блокчейновая часть, она сама по себе содержит в себе решение этой проблемы, там просто есть сервера, их много, и к ним цепляешься, а дальше уже peer-to-peer пошел. Ну, вы, по сути, заюзали у себя прямо вот эфировские SDK, мы сделали просто клон эфира с другим алгоритмом консенсуса, пока это по, но у нас в планах первый квартал следующего года сделать proof-of-stake, и позволить людям поднимать свои ноды и загрузить это полностью на комьюнити. Пока мы сами держим эти узлы, то есть мы там тоже в распределенном режиме, но тем не менее, сами пока их поддерживаем. Но это было решение на скорую руку, то есть мы хотели сделать на боях смарт-контрактов, как бы делать пост сразу на тот момент готового решения не было, сейчас уже есть готовое решение с постом для эфира, допустим, допустим, лоб-нетворк. Мы просто собираемся взять готовое решение, что блокчейн не совсем наш бизнес, мы как бы делаем все-таки вычисления именно и виртуальные машины, потом мы возьмем готовое решение с постом и запустим. И там это все решается. Дальше второй уровень сетевой работы, это, собственно, peer-to-peer, это когда, вот если вы, допустим, я арендовал ваш компьютер, я хожу, наши компьютеры общаются напрямую, без всяких посредников. Соответственно, да, они оба за натом, это надо решать. Делаем мы следующим образом. Посмотрели, что есть вообще из готового софта, есть стан сервера, есть решение. Ну, собственно, обычно вот там в WebRTC, это насущные проблемы для сейчас, как бы, это стан сервера, либо вот это ICE, собственно, вот это все дело. Вот из того, что мы нашли, из того, что нам известно, это все для UDP, а у нас TCP. И у нас TCP и JRPC мы используем, ну, мы на Гуланге пишем всю вот эту платформенную часть, там JRPC очень хорошо идет, он и компактный, и очень по скорости разработки удобно, и с версионностью. Поэтому была задача для TCP, готовых решений не было, но вот у нас инженеры довольно талантливые, решение, прототип был собран за два дня. То есть, в принципе, такие же, как в стан сервере, у нас есть R&DV сервер. Это сервер, на который, опять же, их можно поднимать в большом количестве, соответственно, не отказоустойчивость, вот это все. Там клиент, любая машина, будь то клиентская или поставщик, они идут на ближайший, известный там R&DV сервер, а список R&DV серверов может быть в блокчейне, он может оптимизировать. То есть, если у нас блокчейн доступен, то мы уже и IP-адреса R&DV серверов можно всегда менять, обновлять, это уже все нормально работает. Он идет на R&D сервер, говорит, я... Вообще в системе у нас вся идентификация участников осуществляется по ID-шникам, которые как бы адрес эфира. Он говорит, я адрес эфира такой-то, я поставщик, и, соответственно, R&DV сервер, как это в классическом стан сервере бывает, он запоминает исходящий IP-адрес и порт НАТО, а дальше там зависимость от вида НАТО, но просто от UDP это отличается только тем, что в TCP там еще стоит и есть там посложнее, грубо говоря, порядок отправки пакетов, потому что не так просто. Но в целом то же самое, R&DV сервер запоминает от всех участников сети, он запоминает их исходящие параметры, и когда... А дальше какой-то участник говорит, я тут сделку заключил вот с таким-то ЮКом, дайте мне, пожалуйста, параметры подключения, и он начинает коннектить, помогать им. Он обоим говорит о параметрах подключения, а дальше они, конечно, свои машины в разных режимах TCP-сессии, они в зависимости от типа НАТО, может быть, с одной стороны стоит обычный full-con, а с другой стороны стоит порт-рестриктед, или с одной стороны стоит симметричный, а с другой стороны там... Ну просто самое интересное, когда обычный TCP, да, то когда у тебя там, если ты живешь где-то за НАТО, там Firewall, все очень просто, там, hello, исходящий куда-то, да, а в обратную только Accepted, которые... Да, 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 которые... А тут, соответственно, у тебя Establish, а тут у тебя другая нода, но, соответственно, ты вот ее должен сделать так, чтобы она, как Establish, прошла в аутерфу, иначе... Тут зависит, конечно, от того, какой там Firewall, там может стоять домашний роутер, там может стоять Cisco, или черти во что, там может стоять просто Linux, там, с IP-таблсом. Ну понятно, да, все что угодно. Да, конечно, по умолчанию там просто Connection Establish, и все такое, поэтому это просто FullCon, и это простой случай для нас. Но может быть и более замороченный случай, когда, допустим, на уникальную комбинацию там внешнего там какого-то IP-адреса и порта тебе дается там... Ну, то есть, в зависимости от IP-адреса тебе дают разный порт на NATE. Тогда мы в таких случаях что делаем? Вот он... Как бы... Рандоусера в любом случае знает IP-адресы NAT-ов этих участников. Эти IP-адреса в любом случае сейчас статичны. Но если у них оба, допустим, не FullCon, а там, допустим, IP-рестриктит или порт-рестриктит, то как бы они в любом случае попытаются с одним друг с другом, и коль скоро они это сделают, там снова порты новые откроются, то есть, и их уже, может быть, дальше пробивать идти. То есть, даже если там, грубо говоря, порт на NATE резервируется в разрезе IP-адресов пиров, то даже в таком случае их можно, эти порты можно поймать, потому что и на них уже соединятся. В общем, там есть четыре типа NATE. FullCon, там, порт-рестриктит, IP-рестриктит и симметриктит. Проблема только симметрикл. И нам надо, чтобы, то есть, условия, критерия успешности, чтобы хотя бы у одного из участников был не full, не этот самый, не симметричный. Потому что симметричный создает в любом случае для каждого IP-порта в любом случае новую комбинацию. Он самый, самый неэкономный расход портов идет у него, но он самый, там, секьюрный. Это в смысле того, что он на каждой соединении создает новую пару. Да, обычно, если вы через НАТ идете, у вас, вот, для конкретно для вашей машины, для приложения запущенной, откроется, там, определенный порт на НАТЕ, и там, куда бы вы ни пошли. То есть, пошли на один IP-адрес, с другого адреса можно по этому же порту назад зайти. Да, и просто уже сам НАТ понимает, что если на этот порт пришли, то вот туда. более секьюрный режим, он может для разных IP-адресов выдавать разные порты, но, как бы, все равно можно узнать, и, соответственно, по ним все равно зайти. Но есть просто симметричный НАТ, он, в принципе, для любого уникального кортежа из IP-адреса порта внешнего, он всегда создает отдельный порт на НАТЕ, и с другого туда не зайти, это очень секьюрно. Если они оба за такими секьюрными НАТами, с этим ничего не поделать, тогда у нас включается план Б, план Б это реле. Через центре, ну, через реле. У нас реле есть еще, они тоже масштабируются горизонтально и все такое проще, это тоже, мы считаем, что это черешно, но большинство там, по нашему замеру, там больше 95%, хотя бы один из них имеет нормальный НАТ, который пробивается. А дальше, кто из них будет серым? Да любой, они, как бы, там на самом деле под капотом, они открывают по несколько сокетов и пытаются в разных режимах. Пытаются в одном режиме А быть сервером, Б соединяется, в другом Б сервера соединяется. Что первое получится, то и заиспользовал. А дальше они коннекшн установили и все, дальше просто коннекшн поддерживается живо. Не, ну, когда коннекшн есть, то как бы дать спешный коннект, то... Вообще, у нас сегодня в 5 часов будет доклад про как раз пробивку НАТО на Жене Сафронов, тем лид, главный разработчик, он будет рассказывать как раз про это решение со всеми там грязными деталями. Вот, также у нас статейка на эту тему выходила в блоге. Мы потом, я возьму, да, мы обязательно когда будут публиковать, добавим это. Слушай, расскажи еще немножко вот про, так сказать, компоненты вот этих, ну, там, клиентские, имеются поставщики, то есть, да, написано на Go, это такое что-то, вот, в случае, поскольку запускает докер контейнер, что-то какая-то обвязка вокруг докера, я так понимаю, да, что-то надстройка с вашим каким-то вот, ну, там, опишкой, еще что-то. Да. Что нужно? Что нужно нам? Ну, давай я скажу, машина, которая поставщик ресурсов, там хост, хост Linux, на нем стоит докер сервер, на нем все драйверы, там, для видеокарты, и наш вот этот middleware, который, собственно, мы пишем, он что делает? Он умеет ходить в блокчейн, он умеет ходить в peer-to-peer, он умеет там, работать с другими машинами, и локально он взаимодействует с докер сервером. И он еще умеет, у нас нарезать все группы, он у нас умеет BTRFS, настраивать, чтобы коды на диск были, он умеет еще видеокарты пробрасывать в докер, мы там, там просто было у докера свое решение для NVIDIA, но мы, поскольку пробрасываем и NVIDIA, и IT-карты, и другие, у нас еще есть свой код, который в докер пробрасывает девайсы, и липки к ним из хоста для видеокарт, но, по сути, вот софт, который выполняет функцию, не функцию гипервизора, он выполняет функцию такого недооркестратора, как бы, он распоряжается локальными ресурсами, он тарифицирует локальные ресурсы, он их шлюет. Под капотом то, что можно, он заюзывает докеровские ограничения, сетям, например, на процина, там еще что-то. Да, что касается... При разворачивании контейнеров, просто он может, то, что есть в докере, уже... Так и есть, так и есть. Используется C-groups для процессора, для памяти используются C-groups, для диска решения коробочного нет, поэтому мы там долго мучились, запилили BTRFS, то есть это файловая система с квотами для Linux, а заграничение сети там было одной из самых сложных здесь участков, потому что тоже коробочного решения нет, поэтому, опять же, вот Женя Сафронов, он написал механизм, который поднимает виртуальный интерфейс прямо на локальной машине, то есть, если на какой-то машине есть 2 мегабита там линка, upload, download, и человек купил 100 килобит или 1 мегабит, соответственно, поднимается на этой машине виртуальный интерфейс, на котором эта квота вся настроена, она там локально вся ровнется. И через него, да, да, да. Там просто трафик шейпер такой. Да, да, локально. И, соответственно, в машину, собственно, точнее, в задачу в контейнер пробраться только этот виртуальный интерфейс, который уже пошейпленный. А что касается видеокарт, то видеокарты мы выдаем дискретно. Если ты арендуешь видеокарту целиком или никак. Соответственно, если ты купил, на машине есть 3 видеокарты, ты купил 2, тебе вот, те, которые ты купил, тебе их девайсы и пробросят в контейнер. Поэтому, да, мы используем по максимуму возможности докера, но в плане разграничения ресурсов из 5 типов ресурсов процессор, памятник, диск, сеть, видеокарты нам 3 пришлось дописывать. Потому что из коробки все группы только процессор памятник. Ну, процессор памятник самый очевидный. И даже там, на самом деле, не все очевидно. Мы делаем сейчас доработки. Почему? Потому что это связано с уверсайлингом. Если, допустим, у нас есть машина, там есть 4 ядра, мы ее продали 5 клиентам, там, допустим, по 20%. И если они, в принципе, запускают скрипты и процессор не насилуют по полной программе, то все нормально будет. Но если кто-нибудь запущет майнер Монеро, он будет там нещадно и кэши вымывать, и там контекст будет переключаться постоянно. То есть он будет по-настоящему 20% утилизировать, то других клиентов будет деградировать это все. Поэтому мы сейчас вводим понятие гарантированного предоставления ресурса. То есть мы там будем привязываться к ядрам, будем affinity использовать, а где возможно и нума ноды, ну, в зависимости от типа архитектуры. В общем, такая проблема есть. Тоже, опять же, из коробки просто си-группами такое нормально не поразграничишь. Почему? Потому что все-таки машинерия контейнеров она создавалась для типов приложений, которые все-таки там сервер, сокет открыть и они все-таки не 100% утилизируют. Они как бы по необходимости это все скейлится. А если там запустить прям компьютер-интенсив вещи, то это вот это разграничение начинает работать не совсем стабильно, вот, и особенно в режиме вросайлинга. Если машина целиком продакт, там понятно, все купил. Ну, как банан, все отболы сюда. А если там ты сидишь с другими клиентами и там есть монеро-майнеры на этой машине, то мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем таким образом, чтобы если кто-то хочет утилизировать полностью, то есть для тех, кто майнит монеро, для них важно, что если он купил 20% хешрейта этой машины, то прям, чтобы их получил, потому что у него там копеечки посчитаны. Конечно, да. Поэтому мы его будем просто сажать на отдельное ядро и он там будет на нем сидеть. А другие будут сидеть на других ядрах. Поэтому, если вам необходима прям полная утилизация, вы просто должны будете покупать, то есть мы вообще продаем в процентах все, не обязательно дискретные ядра, но если ты хочешь прям с утилизацией загарантируем, тогда ты покупаешь дискретные ядра. Слушай, ну ты вот говоришь, что там много их вещей в докере там не хватало и там у вас в open source вы как-то тоже с докером там именно допиливали там как докер сам, то есть туда какие-нибудь там, не знаю, патчи делали, не делали, или все же все взяли на себя и все это вас там сверху, так сказать, накручит. Ну вообще, из тех проблем, которые сталкивались, у нас возникала потребность патчить и го, и у нас с докером возникали проблемы, но это не так просто ты их запатчил, допустим, ты не можешь просто пойти и пропатчить го, потому что там у них есть свои политики контрибьюторов и так далее. Мне кажется, с точки зрения вот такого open source взаимодействия, так сказать, как у вас интересный ваш опыт. Вообще, мы используем возможности го и докера как они есть, обычно этого хватает, когда нет, бывали случаи, когда просто знакомые, через знакомых, ну то есть там комьюнити все-таки ограниченного размера там кто-то контрибует, обращали еще и знакомых, какие-то патчи там пытались пролоббировать, которые что-то исправляли. Допустим, когда для НАТО делали вот это решение, там была проблема, допустим, тот инструментальный работы с сокетом, который был в языке, он был недостаточен для вот этого, для точной работы прям с TCP-шными стоятами, со всеми этими. Честно говоря, я даже не знаю, как там детали Женя разрулил, но вот из того, что мы обсуждаем, я просто сам-то это не аж писал, я же просто, так сказать, об этом рассказывал. Вот. А те ребята, кто это писали, там проблемы возникали, где-то патчи протаскивали, там лоббировали, где-то это обходили какие-то... Бывали у нас моменты, когда мы просто модифицировали локальную копию Go, и потом перекомпилировали его, а потом уже им компилировали бинари, но потом мы как-то это разрулили. Но эта ситуация, знаешь, когда ты поддерживаешь, это всегда как бы накладно по ресурсам, если ты поддерживаешь свою копию, свой там порт. Да, ну, конечно, мы стараемся этого не делать, но из тех вещей, которые мы делаем, мы делаем все-таки уже решение на базе докера, используем Go, и это все опенсорство. Ясно, слушай, хорошо, но Леша, скажи вот про, может быть, немножко такую подводную экономику этого процесса, а то ты весьма уже заскучал. Да нет, нет, я на самом деле внимательно слушаю. Просто, мы уже упоминали туда как раз смарт-контракты, я так понимаю, что как раз-таки они используются для тех самых заключений вот этого договора между поставщиком и... В данном случае, да, совершенно верно, смарт используется, он является гарантом выполнения сделки там с одной и с другой стороны, то есть, если поставщик свое оборудование предоставил в необходимом объеме, там, в необходимом количестве времени, в длительности сделки, да, все довольны, деньги уходят, ну, деньги изначально замораживаются на смарте, и после выполнения условий смарта деньги поступают поставщику. ну, на сегодня подводных камней, ну, не знаю, даже назвать подводным камнем или не назвать, у нас есть проблема глобальная, да, на сегодня ни одна там страна толком мира не может признать там токены каким-либо имуществом, веществом, средством оплаты, то есть, поскольку все-таки у нас присутствует блокчейн и есть токены в нашей компании, за счет которых оплачиваются услуги поставщиков, вот, тут возникает небольшая трудность, но мы этот вопрос решаем на сегодня обходе. Игорь, ты что-то хотел сказать? Нет, я на самом деле насчет смарт-контрактов, это одна из тем, которые наиболее сложны к восприятию даже для инженеров, вот, когда мы говорим, что у нас заключается сделка, не сама эта сделка, то есть, допустим, сделка, вот я у вас компьютер не давал, не эта сделка есть смарт-контракт. Смарт-контракт, на самом деле, это просто объект а-ля объект децентрализованный бэк-энд, какие-то объекты кода, запущенные в блокчейне, когда люди взаимодействуют, они используют эти объекты как бэк-энд, но они заключают сделки, это уже как структура данных в пределах одного смарт-контракта. Здесь вот надо очень важно разделить, что смарт-контракт это не сделка между двумя человеками. Нет, это иная какая бизнес-флойка. это бизнес-флойка. Ну, грубо говоря, договор. Но опять, именно, это сделка во времени, это важный момент. Если приводить аналогию с юридическими документами, то смарт-контракт это не договор, это скорее инфраструктура юриспруденции. Просто вот в виде программного кода. А когда договор у нас заключают между людьми на сомне, здесь аналог такой, что просто берется по шаблону это делается, но как бы сам шаблон этого договора, сам договор не является аналогией смарт-контракта. Смарт-контракт это юриспруденция. Смарт-контракт это законодательство этой страны, которое позволяет такие типы сделок. Вот допустим, вот если у нас есть смарт-контракт и там написана биржа, значит, нам позволяет заключать договора купли-продажи. Это аналог в нашем случае, что в России можно заключать договор купли-продажи с такими-то и такими-то данными. И когда уже человек заключает договор купли-продажи, то тогда вот он действует в рамках этой юриспруденции, но этот договор не есть смарт-контракт. И даже не его инстанс. Договор сделка между людьми это всего лишь частичка структуры данных одного какого-то смарт-контракта. Ну да, я понимаю, что здесь как бы во-первых, сколько ресурсов, растянутого времени, были ли они предоставлены, еще много вот этой такой логики, проверки. это другое, это то, что относится к СЛОИ. Но давайте мы к этому позже вернемся. Вот Алексей, мне кажется, интересно, если ты расскажешь какие у нас в плане по привлечению клиентов и какие у нас здесь радости, печали есть. Радости. Но тут, кстати говоря, опять вопрос, стандартный вопрос, курица, яйца, с одной стороны, нужно привлекать клиентов, которые нужны ресурсы, но кто-то их должен предоставить сначала, чтобы было понимание. Мы с этим столкнулись, но эта проблема решается следующим образом. То есть, я какое-то время имел отношение к майнингу и довольно-таки знаю, ну, хорошо знаю это комьюнити. И, скажем так, ну, начинали мы, когда все это только строить, привлекать, исключительно на лояльном отношении, ну, в том числе на лояльном отношении ко мне люди согласились, непонятно куда, непонятно что отдать, да, потому что это посыпались костыли, какие-то краши, обвалы, все работает не так, все какие-то поделки, починки, а для майнеров все-таки это бизнес, они зарабатывают деньги, эти простои для них чреваты. Вы же все понимаете, каким была обычная первая версия софта, которую торопились выпустить к дедлайну и выпустили к дедлайну. Ну, то есть, это было, ну, своеобразная такая, такое испытание. Ну, испытание на людях, это всегда. Да, причем мы его, хочу сказать, мы его успешно прошли, и есть люди, у которых довольно много оборудования, вот, и они готовы подключить, то есть, они завели там одну, две риги, на сегодня у нас это оборудование работает четко, то есть, мы отладили саму платформу, там, особых проблем на сегодня с точки зрения супплаеров не возникает, и есть, конечно, там, этапы следующие, как мы будем двигаться, куда мы будем двигаться, какие еще фишки накрутить на платформу для удобства работы, ну, юзерфлайн, юзабилити, и так далее. И на сегодня у нас существует, то есть, после того, как зашли майнеры к нам, да, естественно, чтобы они оставались, мы им датируем их работу, вот, то есть, по большому счету. То есть, даже если что-то простаивает, мы за свой счет, мы это утилизируем. Получает просто, чтобы они не ушли, не потеряли. В том числе, в том числе. Здесь не то, чтобы за нас счет, скажем так, да, Алексей правильно сказал, у нас субсидирование есть, то есть, у нас есть понятие, гарантированная у тебя взяться ресурсов. Ну да, то есть, ты коробку в систему подключил, ты за нее деньги в любом случае получишь. Да, почему? Потому что, как минимум, на ней кто-нибудь будет майнить. Ну, а кто же это будет? Понятно, что первых ботов, которые выкупают любые ресурсы, которые по умолчанию пусы, вот сети от хоум, по умолчанию, там, компьютер бесплатно работает. У нас компьютер, подключающая система, у нас есть бот, который любые компьютеры свободные, сразу же арендует и запускает на них майнинг. И платит чуть даже больше, чем он на майнинге зарабатывает, просто чтобы простимулировать людей. Поэтому, ты подключаешь свою коробку в систему, у тебя сразу, что, база, запустился майнинг Монеро на процессоре, сразу, база, майнинг эфира пошел на картах, и ты, в любом случае, получаешь доход. А то же самое, что на майнинг, ты не потерял здесь. А дальше приходит клиент, он видит, что всегда все распродано, но ты просто видишь, что оно распродано по 50 баксов, по Амазоне, это стоит 600 или 500. Ты говоришь, ну давайте 60 дам, давайте 70 дам. И ты платишь для себя значительно дешевле, а для людей это все равно дороже майнинга получается, который оборудован в зале в аренду. И для тех, и для других получается выгодно. Да, совершенно верно. И после того, как была набрана необходимая критическая масса постоянных, лояльных к нам поставщиков, мы начали уже заниматься непосредственно привлечением заказчиков, потребителей, мощностей наших. Это было еще сложнее сделать, потому что там непонятно вообще, что как работает, и компания. То есть мы определили направление сектора, где мы можем быть интересны. Ну расскажи, что это, это что-то там, рендеринг? Да, да, очень большое направление, очень большой кусок, это рендеринг, совершенно верно. Дальше идет машин леунинг, ну и различные сервисы, типа хостинга, CDN, CDN сервисов и так далее. То есть, ну первоочередные два самых жирных и легкодоступных для нас сервиса, да, это рендеринг, машин леунинг. Дальше мы начинаем сталкиваться с тем, что в рендеринг, если мы говорим о нем, часть софта распространенного работает под виндой, все, сразу же он отвалился. Часть софта работает под лицензией, то есть он опять же отвалился. Часть заказчиков говорят, ребят, да это сложно, мы не хотим, не будем, мы лучше будем платить деньги, но у нас все работает, для нас это деклайны, сроки, в общем, это убытки и все такое. Когда требуется время затраты на внедрение, на переделку. никто ничего не хочет, ну получилось так, получилось так, как получилось. Нам удалось привлечь клиентов и с точки, с направления рендеринга, с машин леунингом, было попроще, потому что там все-таки работают разработчики, то есть там нету одной кнопки, кнопки там, от машин леунинг, какие с рендеринги, да? То есть такой кнопки нету, и люди понимают, чем они занимаются, они могут поднять докер, они взаимодействуя, взаимодействуя с нашими разработчиками, решают. Да, совершенно верно, но рынок этот, он небольшой на сегодня, хотя услуги по нейросетям, по машинному обучению, они с каждым годом растут, причем они уже, они уже даже в ритейл заходят, то есть, ну во все сектора. Не, не, мне кажется, что это одно из таких направлений, которое вот, как бы оно набирает обороты, это все... Ну перспективно, это перспективно, да, но реальные деньги, вот на сегодня для нас, это вот в рендеринге, да, в первую очередь было. И дальше мы начинаем, ребят, ну помогите, пожалуйста, мы отблагодарим, давайте попробуем что-то. Да, ребят, мы заняты, да не надо, не надо, не надо. И это все с такими было, с такими отрицаниями, с нежеланием, но мы победили, и у нас на сегодня есть клиенты, которые мало того, что дают нам готовые работы, которые, за которые уже были ими заплачены деньги в облако, то есть, мы будем понимать уже экономику реальную, и сколько они заплатили денег в облако, и экономику, сколько они заплатят на нашей платформе, да, то есть, второе, они осуществляют там своего рода сопровождение, помощь там, где-то что-то не получается в настройке сервиса, потому что мы, вот у нас есть Женя Манев, удивительный человек исключительно, он там 18 тысяч в одном, он помимо того, что умеет писать код, то он еще у нас оказался и гуру в рендеринге, ну пришлось ему оказаться, у него просто вариантов не было. Женя просто такой человек, вот здесь такая каста людей, аналитики, системные аналитики, это люди, которые каждый год приходят на новый проект, и через полгода он там уже главный эксперт, потому что они очень быстро, то есть, это люди, которые умеют учиться, они приходят на новый проект, и осваивают, определенные новости. Я ведь сам про блокчейн раньше ничего не знал, то есть я вот в 2017 году, у меня, собственно, Алексей-то про мейнинг и хиру-то я сказал, вот, и тем не менее, сейчас уже, там иногда и на конференции приглашают по каким-то вопросам, так вот, и с Женей тоже пришел, вот здесь задача по рендерингу пошел, разобрался, ничего сложного. То есть он умеет уже в контейнере запускать блендеры, подгружать всякие фишки, штуки, запускать сцены, и в общем-то все это работает у нас. Мы с заказчиком уже говорим, ребят, вот это работает, вот, но пока так. Значит, вот, главной победой в этом году было, есть у нас такой, в России, Сергей Цыпцын, это очень андиозная и знаковая фигура в мире рендеринга, в FX, он был еще у истоков стоял в 90-х годах, как только тогда начиналась, как раз графика, активно развиваться компьютерная, вот, и удалось, ну удалось этого человека даже не замотивировать, а заинтересовать, заинтересовать проектом, заинтересовать идеей, и, ну, какое-то время он оказывал нам консультационную стугу, там, мы у него спрашивали, Сергей, помоги, пожалуйста, там, какие сборки софта, наиболее актуальные, как это работает, да, ну, расскажи нам хоть куда двигаться, он все это помогал, рассказывал, потом он начал нас знакомить уже с компаниями, которые профессионалы в мире рендеринга, то есть, там, за руку, вот, ребят, попробуйте их, пожалуйста, попробуйте, и в итоге, вот сейчас, 1-2 декабря, будет конференция, CG Event в Москве, крупнейшая по СНГ, это профильная конференция, где мы будем выступать с своими кейсами, то есть, как участник, и я не знаю, открою страшную тайну, не открою страшную тайну, ну, Сергей, может, меня простит, конечно, мы за это не заплатили ни рубля, это все, ну, это удивительно, то, что происходит, откровенно говоря, это первый раз в моей бизнес-жизни, в работе, вот такие вот чудеса творятся, вот, и дальше, значит, ну, ты если об этом будешь больше ракать, может быть, человек придется заплатить, ладно, в общем, ситуация такова, а дальше, там, с точки зрения, со стороны машин-ленинга, да, у нас попался, ну, все это, все это, вроде как бы, усилий там, больших не перекладывается, там, с бульдозерами, с кирками не долбишь, но много-много-много информации, много запросов, ответа ноль, фидбэка ноль, нет, нет, отказы, отказы, и тут вдруг появляется у нас уважаемый Станислав Ашманов, у них вся семья известная в этом направлении, у него своя компания, как раз, которая занимается, машин-ленингом разрабатывает сетки различные, он нами заинтересовался, дальше пошло, то есть у нас появился кейс, они на один кейс откатали второй, и сейчас они уже откатывают реальные задачи на нашей платформе, и мы дальше вот так вот по ступенькам, по ступенькам, уже начинает потихоньку работать с рафанной радио, то есть кто-то кого-то привозит, так сказать, ну, первые появились какие-то успешные запуски, соответственно, это всегда плюс. Последнее, мы откатали CDN успешно, сервис по, значит, трансляции мультиков, видеоконтент, это очень удачно, успешно, заказчикам понравилось, говорят, ребят, как бы мы не будем у провайдеров арендовать, у них в два раза дороже получается, это услуга, тем более, провайдеры все равно, у них железяки централизованные, они расположены там на определенных точках, они к нам зашли, там, когда это реализуется по геоточкам, выбрали себе машины, географически по всему миру, и поехали кота. когда там CDN, мультики, я почему-то, знаешь, сразу вспомнил про такую штуку, как SLA, потому что вот отказоустойчивость, ну, в смысле, гарантия. Дело в том, что у них, их сам сервис, и для него не важна отказоустойчивость нод наш, то есть, если одна нода выпала, сразу же на ее место заходит другая. Просто есть некая избыточность, так сказать. Да, но у нас, смотрите, с точки зрения SLA, у нас ведь не так, что там машины там постоянно отваливаются, у нас такого нет, просто их надежность объективно ниже, чем надежность машин дата-сандров, у которых есть избыточное питание, вторая линия, там, упсы. Тут могут быть и без упсов машины, но у нас сейчас, вот мы, до конца года, у нас в плане в родмапе запустить систему рейтингов и SLA, пока это держится совсем на блок-листах, то есть, если у тебя какой-то поставщик, какую-то машину на час выкладывает, ты просто с ним перестаешь работать, блок-лист его добавляешь. И у нас есть блок-лист, который мы ведем, другие какие-то люди, но сейчас в работе рейтинговая система и, как бы, у нас будет понятие SLA, как часть сделки, заключаешь сделку, в ней специфицировано, какой аптайм должен быть, допустима ли перезагрузка задачи, допустима ли лак-сети и так далее, и на сколько там часов это допустимо. Соответственно, если SLA превышен, то ты теряешь рейтинг. Тут еще такая история интересная, то что мы на самом деле, поскольку не являемся оператором этой системы, мы просто пишем код, если кто-то кому-то говорит, допустим, клиент, допустим, я вам говорю, ваш компьютер упал, и у меня задача отвалилась, вы говорите, ну постой, все же работало нормально, мы не знаем, как там на самом деле было, мы с усечкой не стоим, это же пир-ту-пир. Ну да, да, вот мне интересно, как это все. Рейтинг будет полностью работать, как взаимный фидбэк людей, как вы знаете, вот система есть, в системе и шахматах, есть другие разные модели, когда взаимный фидбэк людей, там постепенно нарабатывается все-таки рейтинг участников. Положительная 30 миллионов. По-хорошему, вот это все, оно же в блокчейне должно аккумулироваться, набираться. Понимаете, оно может аккумулироваться в блокчейне, но блокчейн не дает вам правдивый вопрос, кто в конкретной сделке был прав или не прав. Поэтому, как вы решите, так и в блокчейне положите. А кто это решит? Блокчейн это не решает ничего, понимаете? Поэтому, да, конечно же, значения рейтингов будут храниться в блокчейне, это будет все доступно, но он будет основан на взаимном фидбэке участников. Но поскольку у нас есть определенное объективное ограничение на то, чтобы здесь плодить бесконечные аккаунты, ну там, по ряду причин, то плюс сама формула, она учитывая, сколько ты проработал в системе. То есть, те, кто в системе дальше проработал с хорошим рейтинговым, они более уважаемые люди, получается. От них фидбэк более значительный. А если только подключился и хочешь кому-то рейтингов накрутить или слить, от тебя мало что вычтется. Знаете, здесь, вот что-то я вспомнил, очень хорошая такая аналогия, мне кажется, я не знаю, слышали ли вы, нет, но Егора Бугайенко, наверное, вы знаете, не знаете такого товарища. У него платформа ZeroCres. Это такая штука, как сказать, платформа для работы программистов, в общем. Они, и он, собственно, был у меня в подкасте тоже, ну, часто выступает на разных конференциях, он сформировал вот в этой платформе набор правил, и у него, то есть, он сумел автоматизировать вот весь процесс расчета рейтинга, выплаты и все. То есть, там есть задача, задача, там каждая задача, она стоит каких-то денежек, есть условия, которые считаются, что задача, ну, успешна, неуспешна, и вот это все, оно живет само по себе. То есть, ты просто приходишь, как программисты там регистрируешься, все равно говоря, четкий есть набор правил, кстати, очень советую почитать именно саму, как сказать, резолюцию, ну, вот этого проекта, она там буквально на несколько страничек, но очень клевый интересный. Ты думаешь, а как они это сделают? О, есть ответ. они за несколько лет они выстрадали. То есть, имущество бот, который бот, реально он тоже в опенсорсе лежит, он просто ходит и все смотрит. Ты там задачу выполнил, вот тебе маленькая денежка, вот ты зарегистрировал новую багу нашел, опять тебе денежка, вот ты там в течение каких-то там дней там чего-то не делаешь, вот твой рейтинг падает. То есть, мне кажется, на самом деле здесь... Это бот-статист. Слушай, вы можете формализовать и именно алгоритмизировать, чтобы поиск вот этих критерий. Мне кажется, у вас тоже, на самом деле, хоть ты говоришь сейчас, что это там рейтинг, это именно фидбэки основные, но мне кажется, здесь задача вполне понятно, где она выполняется и возможно, это как-то можно. Нет, нельзя узнать. Вот смотрите, допустим, я у вас веб-сервер запустил. Я, когда ваш компьютер запустил веб-сервер. У вас на неделю, ну не важно, почему ты не занимаешься на неделю, у вас из этой недели пять дней лежал, интернет был неоплачен. Мама не заплатила за интернет, это был компьютер, школьник, и так далее. Я открываю, то есть у нас есть клейм, я открываю клейм, говорю, все было нарушено, верните деньги. Такой механизм есть. Вы говорите, нет, нет, я не согласен. Я ничего не учился, все работал. У нас нет механизма проверить, как оно было на самом деле. Ну, поскольку peer-to-peer как бы за счет этого... Мы не знаем, мы не знаем, там был подняться или нет, была там сеть или нет. Никто не знает, кроме, на самом деле, этих двух людей. Поэтому здесь есть... Там, на самом деле, мы тоже уже формализовали, это просто пока не в публичном доступе, но, видимо, в скором времени появится. Не, больше собирать как-то метрики и записывать их в тот же самый блокчейн, ну, как и логичный выход. Вопрос, кто это будет записывать, какие метрики и кто им будет доверять. А если заказчик будет лайкать, например, все, у меня этот поставщик устроил, раз, ему там наверх плюшечку, плюсик, плюсик. В общем, пока, то, что по теории игр мы там смогли смоделировать, мы бы уже формулу придумали. Там просто, там, вот, когда сделку заключили, там пока теория игр, есть разные исходы, я открыл сделку, вы если ее согласились, чтобы была проблема как поставщик, тогда вы не потеряете рейтинг, мы оба молодцы с вами, но вы потеряете свой залог. Ну, конечно. А если вы не согласились, вы деньги не потеряете, но мы оба потеряем рейтинг, потому что система не будет разбираться, кто там прав, кто не прав, с вами что-то не то, ребята. Вы там не договорились, мы не знаем, кто этот хороший или плохой. Знаете, вам обоим минус. Понятно. В следующий раз будете думать. Думайте там, с кем вы работаете, что вы там делаете, да. здесь исхода два, или мы молодцы с вами договорились по итогу жалобы какой-то, и тогда, но кто-то потерял деньги тогда. Или никто денег не потерял, но мы потеряли лицо, типа. И вот на этом, это вот базовый механизм игры, который основан, а на нем дальше вот статистика строится, кто с кем как поиграл, и как это в итоге все закончилось. Ну, почитается. То есть, тогда вот, если мы с вами поиграли и не пришли к согласию, считается, что мы оба плохие. И вот уже эта информация, она доверена. Потому что, то, какие решения мы приняли, оно в получении уже записано, и это уже достоверно. Мы оба плохие стали. Но, если, допустим, вы как поставщик, у вас было 100 сделок, и только один раз такая фигня случилась, так, наверное, с вами все в порядке. А если я, допустим, как покупатель, у меня из 10 сделок, там, половина была таких вот заваленных, так, может быть, простите, я плохой, и вот на этом все и строится. Плюс, а еще учитывается количество, учитывается ваш торговый объем. Если вы там на 1000 долларов в месяц проворачиваете, у вас, ну, это значительный объем. А я там только что забежал, на 10 долларов, а что-то купил, там, ну, прости, дружок. Нет, ну, это вот опять... Тут, кто-то такой. Да-да-да-да-да-да. Слушай, еще вопрос интересный, помимо SLA, тоже Дрэкбук и НДА, потому что вот задачи, мне кажется, интересный вопрос, хочу посчитать. Да, мне нужны ресурсы, но с другой стороны, я как бы очень не хочу, чтобы к ним кто-то чужой со стороны получил доступ. Так. Да, вот как с этой точки зрения вот у вас все это происходит? Не просто. Вы вот, судя по тем вопросам, которые вы знаете, хорошо понимаете, что у вас происходит, это надо сделать комплимент. Спасибо. Прям по нарастанию проблем наконец-то дошли до самой главной проблемы приватности данных и доверенности. Здесь, что можно сказать? Проблема есть во всей индустрии. Красивого решения нет. Если у вас здесь компьютер с архитектурой x86 на базе процессора Intel или AMD, и если вы этого человека не видите, там не стоите со свечкой рядом, то вы не можете быть уверены, что там ничего плохого не произошло. Есть технологии Intel, SGX, TPM, трассы, буты и всякое такое прочее, но если вы имеете доступ к железу, а именно то, что называется скрюдрайвер-атек, атака с отверткой, то вы можете туда в шину влезть, вы можете всякие чудеса понаделать. И для того, чтобы от этого защититься удаленно, чисто программно, ну это невозможно сделать. Вы можете запустить софт в анклаве SGX, но потеряете в производительности там очень существенно, в десятки раз, ну потому что там переключение контекста, кэш и так далее. Поэтому мы такое решение, допустим, не рассматриваем даже как решение. И у нас есть два направления работы. Первое направление, мы сейчас делаем экспериментальную, то, что мы называем Trusted Platform или Trusted Execution Environment. Мы хотим собрать сейчас прототип, у нас некоторые шаги уже пройдены, но мы сейчас здесь пару раз затыков. Это будет система, это образ системы, которая загружается, он проверяет регистры TPM, до определенной стадии доходит все достоверно, дальше, в общем, проводится удаленная аттестация этой машины, и если все хорошо, считается, что она доверенная. Там тогда мы защищены, то есть, ну, софт доверен, ядро чисто, и тогда мы туда загружаем виртуальный машинный клиент зашифрованный, а ключ только в SGX, и там этот все, вот такой прототип мы сейчас собираем, но далеки мы пока от его завершения, потому что не всегда понятно, допустим, из SGX с TPM поработать напрямую нельзя, только через операционку, а там можно Man in the Middle подстроить, плюс TPM может быть удален, там много приколов таких, требует высокой квалификации, ну, у нас инженер работает, высокая квалификация, но пока есть некоторые вопросы. А второе направление работы, поставщики у нас есть разные, есть, простите, категория MankinMiner, а есть просто домашний компьютер, но есть и серьезные люди, избытки дата-центров, компании, и мы сейчас устраиваем когорту поставщиков, которым мы даем TR4, то есть у нас есть определенная классификация, насколько мы их знаем, TR1 это когда вообще анонимус, а TR3 это когда уже персональная идентификация пройдена, то есть он паспорт свой показывал одному из провайдеров идентификации, у нас это тоже децентрализовано, а TR4 это когда юрлицо есть, типа, это LIR, автономная система, IP-адреса, лицензия, такого уровня компании, понятно, что это уже не проходной двор, у них там рядом стоят сервера, на которых люди доверяют свой софт, запускают, как в клауд-провайдерах, хостингах, но там и сон крутится рядом, таким машинам, вообще-то говоря, когда вы заходите на какой-нибудь FES VDS или на Мастер Хост или в Selectel, вы же тоже там со свечкой не стоите, вы просто доверяете, что эта компания своим именем, инженеры, безопасность, что надо соответственно подходит к своей услуге, и там не лазит по вашим машинам. В СОМе выстраивается отдельная категория поставщиков, мы сейчас по сути выстраиваем новую когорту такого клауд-сервиса, который ОЕМ клауд-сервис, то есть люди подключают, компании-то известные, может быть маленькие, но они известны, они своей мощности брендированные сдают СОМ под брендом СОМА, как бы такие ОЕМ подключают вот такой сервис. А мы соответственно говорим, вот если вам нужно соблюдение NDA, выбирайте поставщиков с ТЕР4, это будет чуть подороже, все дешевле, чем обычно, но подороже, но там серьезные люди не будут копошиться ваших данных. Но в любом случае это будет дешевле, чем обращаться в Амазон и Гугл и и тому подобное. Ну конечно же полный потенциал СОМА раскрывается на тех задачах, где у вас нет требований к приватности данных. Такие задачи есть. Если обрабатывать какой-нибудь машин-лёрнинг делаете, в общем-то вам эти фоточки вы добыли с публичных источников, они и так вас... Не, но фоточки добыли с публичных источников в одно, другое дело, что если ты там обучаешь модельку и уже залезть получить доступ к тому, что за модели, какие у них фобеса выставлены, это уже ценная информация, на которую кто-то потратил свои деньги, ресурсы, время. Но просто взять модель выдернуть из контейнера без знания аналитики, которую ты собирал, без знания, какую там по номеру это там... Нет, ну безусловно, что не всё так прям на поверхности, как бы, да. Вот, есть много задач, допустим, мы говорим про CDN, контент-деливри, потому что те данные, которые стремятся через CDN, они всё в паблик стремятся. Даже если это платный контент, но всё равно он же утекает, то есть, поэтому, если ты на машине развернул какие-то платные фирмицисты, или вообще бесплатные, в общем-то, ну, не критично здесь к приватной сильная такая приватная сигурность. С рендерингом спрашивают, конечно, но опять же... Есть кто не спрашивает. Есть кто не спрашивает. Да. Но, знаете, есть же продукты высшего пилотажа, допустим, там, панфиловцы сняли спецэффекты, все порадовались, это хорошая работа, высокого уровня. А есть же, простите, в каждом регионе рекламные ролики, на которые, там, тошно смотреть, их же тоже кто-то снимает, кто-то же их делает. Кто-то их рендерит, где-то их надо рендерить. Ну, вряд ли там такая прям приватная. Само надо дешево и сердито сделать. Я понял. Слушай, ну, вот еще, как бы, возвращаясь к теме задач запускаемых, вот мы так немножко за кадром там с Лешей обсуждали про то, что, да, платформа это все здорово, но, как получается, в общем-то, некоторым заказчикам хочется все и так же иметь одну кнопку, да, для того, чтобы выполнить конкретную задачу, чтобы не заморачиваться вот на вот эту переделку своей какой-то там адаптацию софта, инфраструктуры и так далее, да? Есть такое. Ну, если мы говорим, например, о рендеринге, да, то есть компания Octane, известная, которая предоставляет аналогичную услугу, то есть, рендерить по кнопке. Есть сейчас очень известная компания V-Ray, которая запустила клауд рендеринг, то есть, выгружаешь сцену с заданными параметрами, нажимаешь кнопку, она тебе все делает. Там не нужно ничего делать, не работать в V-Ray, ничего. Значит, но у них у всех, опять же, есть минусы. Все их мощности, на которых все это рассчитывается, это мощности, арендованные в Amazon. Это первое. Второе, мы, наверное, все-таки к этому тоже будем потихоньку приходить, но опять же, с опенсорса, с использованием опенсорсных продуктов тоже можем предложить эту кнопку, но это будет. Да, то что хочется сказать, да, инфраструктура и система архитектуры, которую мы сейчас сделали, класс инфраструктура как сервис, аренда виртуальных машин, она универсальна, на нее может подходить любой софт, но это надо делать с луками. Оркестратор свой ставит, это все, что мы сейчас проговаривали. Кнопка сделать хорошо, простая, она априорно будет всегда аппликейшн-специфик. Не делать кнопку сделать хорошо, там для всех задач сразу. Поэтому, вот мы сейчас выделили приятное направление, это машин-ленинг, рендеринг, CDN, запуск баз данных еще есть у нас. Для этих задач мы сейчас сделаем сервис, уже уровня SaaS или PaaS, который будет продаваться за обычные деньги, а не за крипту. Создается юрлицо в Европе, это будет SOMServices. Вот здесь SOM как децентрализованная платформа open-source, она работает, все пользуются довольны. И будет SOMServices один из покупателей на этой платформе, по сути виртуальный клауд-провайдер, который продает уже не просто контейнеры с РВ, он продает или кубернетис под ключ, или рендеринг нажал кнопку, допустим, V-Ray там задеплоился, через V-Ray там все, ты просто нажал кнопку сделать и мне хорошо. Ну понятно. Заплатил денег с кредитки. Или допустим, поднять CDN, просто файл загрузил, она там сама как-то работает, денег заплатила опять же. Вот такие сервисы под ключ мы сейчас у нас в работе есть, даже в родной Петр Женово. В следующем году планируется запуск таких вещей. Поэтому и у нас будут две составляющие. Вот универсальная децентрализованная платформа открыта для всех, на которой предпринимающие парни могут, допустим, поднять Counter-Strike сервера, пошел, купил за полтора бакса месяц с IP-адресом свой Counter-Strike сервер, или Quake 3 сервер. Ну там, кто ностальгией страдает, все не поиграли в Кондру, один человек пошел домой, я всем это рассказываю, человек пошел домой, просто жена позвала, а в самый разгар был. И он там сразу же пишет, там, откройте порт на роутере, я подключусь. Мы говорим, нет, не секьюрно. Пошел в СОН, задеплоил контейнер с сервером Халвы, все к нему туда подключили. Стоило, дешево работал, то есть вообще ничего не потребовалось. Я прям в YSK сразу же поверил в этот. Куча игр имеют бэкэнд-движок, который, ему нужно что, там максимум одно ядро, потому что он там графика на нем нет, он просто пакеты обнимает. И IP-адрес. Вот. Слушай, вот это, кстати, интересная тема, потому что одно дело, там есть такие столпы, там, а-ля Blizzard, там, и прочее, но у них все свое, но и, хотя, как показ практики, руки-то тоже растут, не на дисплееч у них, да, а вот более таким каким-то, там, как модно говорить, инди-разработчикам, которые, нет, нет у тебя ресурсов, такой платформы, допустим, те же рендерщики, которые работают, молодые специалисты, только отручившиеся, и у них нет денег купить большую себе коробку с мощными 1080i, и с Xeon, этого нет, они могут, а в Амазоне дорого. То есть, на самом деле, вариантом, вот откровенно говоря, Костя, хочу тебе сказать, что, вот я, например, даже на сегодня, я не понимаю всех горизонтов приложений использования нашей платформы. То есть, то, что мы видим на сегодня, то, что мы озвучили, это пришло со временем, то есть, мы не пришли, почесались, а потом начинаем искать применение, и оказывается, что это практически безграничная в итоге возможность использования, потому что все, вся эволюция, вот моя парадигма, вся эволюция на сегодня это вычисление, 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 ну вот. Ну, еще что хотелось бы сказать, платформу универсально уже запустили и теперь объяснять уже устали людям, как это работает. Мы поняли, что правильный путь это личным примером показывает. Поднимем сервис, как потом с парнями проведем на выходных, сделаем там с оплатой через Яндекс.Деньги или через Робокассу. Сто рублей заплатил, там получил свой сервис контрытым. Вот, просто нажал кнопку и вот, вот я IP-адриспорт коннектирую с друзьями. Вот такой сервис. Я на это посмотрю, и подумаю, ой, так это же можно всякие штуки там делать дешево. Или, допустим, вот я, поскольку краулингом сайтом занимался, сделаю сервис, типа реверс прокси под ключ. Вот липка для питона, например, вот ты подключаешь, вот сюда платить. Сюда платить, а вот у тебя джобы пошли. И вот люди могут сразу начать пользу. Также CDN-ом. То есть, мы хотим сейчас тот же самый сервис создать. Это не только источник дохода для нас будет, но это личный пример будет. Потому что так же можно кто угодно сделать. Мы сделаем клауд-провайдера без своего железа. Это достаточно новое явление, я не побоюсь этого слова сказать. Вот. Но это в том числе и популяризация через личный пример. Нет, ну, примеры это всегда хороший способ показать. Не просто как-то на пальцах объяснить, а вот как бы вполне себе. Очень наглядно, мне кажется. Ну что, мне кажется, мы так обсудили вроде все, что хотели. Да, очень интересно было. Вот. Ребят, спасибо вам, что нашли время. Спасибо за интересные вопросы и до этого время тоже. Все, ребята, всем спасибо. До новых встреч. Надеюсь, не последний раз, Костя. Обязательно. Ну, как, что-нибудь еще интересного сделайте. Запилим, звоните. Всем хорошего дня. Да, всем привет. Всем пока. Пока.